2004 года, тогдашнюю мекку мирового бокса, Мэдисон Сквер Гарден. Это судьи предстоящего боя. Вот видите, среди них есть одна леди. Это Мустафа Хамшо. Как тогда говорили, новое воплощение легендарного бешеного быка Ламотты. Мустафа Хамшо – сириец. Сейчас базируется в Бруклине. А поскольку Бруклин – это настоящий вавилон смешения языков, то для бруклинцев нет никакой разницы, откуда приехал их нынешний земляк. Поддержка ему обеспечена. Слышите, какая реакция? Ну, а эту грозную боевую машину по имени Марвин Хаглер – великолепный чемпион мира в среднем весе по всем версиям, вы уже знаете. Помните его по бою с Томми Хернсом? Марвин Хаглер – гегемон мирового ринга. 59 побед, 49 нокаутов. У этого матча была своя предыстория. Хаглер и Мустафа Хамшо уже встречались несколько лет тому назад. Это был грубый, жестокий бой, настоящее побоище. Рефери, испугавшись, что Хамшо может просто истечь кровью, остановил бой и объявил победителем Хаглера в одиннадцатом раунде. После того боя Хаглер получил целый залп критических стрел и целую гирлянду эпитетов, среди которых чудовище и бульдозер были самым мягким. Смысл этих газетных нападок тогда был в том, что Хаглер выезжает в боях, как говорили, на своей подавляющей физической мощи. Хаглер был глубоко задет этой критикой. И в этом бою он решил доказать, что он боксер. Мустафа Хамшо был очень прочный, жесткий и агрессивный боец. Хамшо и его штаб внимательно следили за карьерой Хаглера все эти годы. Сам Хамшо шел как бы параллельным курсом, расправляясь с именитыми противниками, среди которых был даже экс-чемпион мира Уолфредо Бенитес. У Хаглера в последних боях были проблемы с противниками. И тут Хамшо и его штабу пришла в голову мысль, что настало их время. Мысль, как увидим, оказалась не очень удачной. И посмотрите, Хаглер демонстрирует классический бокс с дистанции, чего с ним прежде не бывало. Он все хорошо понимал, что этот бой для него последний. Последний в смысле шансов на следующий бой за звание чемпиона мира. Таких шансов может больше не представиться. Кроме того, Хамшо был одним из немногих боксеров, который не боялся Маргана Хаглера. И вот сейчас он ему пытается навязать жесткий, решительный, силовой бой. Он полагается на мощь своих крюков, которые действительно впечатляют. Но при этом ведет бой очень грязно. Вот сейчас он намеренно пошел головой вперед, пытаясь рассечь противника. Хаглер пропускает удар. Пытаясь рассечь Хаглера, получил сечку сам. Тор этого момента. Видите, ласточкой бросается снизу вверх. Да, в профессиональном боксе грязных трюков хватает. Хаглер, как всегда, уверен в себе. Хаглер, как всегда, уверен в себе. Замечательно действует Хаглер с дистанцией. Просто классика, как из боксерского учебника. Вот эта комбинация левой-левой-правой для правши, в данном случае Хаглер левша наоборот, называется постмен панч. Удар почтальона. Почему удар почтальона, эти первые два-три удара передней рукой, напоминает стук в дверь. А когда дверь, то бишь защита, снимается, следует передача почтой. Удар сильнейшей рукой. К удивлению всех поклонников, даже самого Хаглера, вместо Хаглера-киллера, Хаглера-силовика предстает боксер, причем боксер искусный, с блестящей техникой и выверенной тактикой. Он ведет комбинационный бой на всех дистанциях. Но пока начинает атаку не жесточайшей рубкой в средней дистанции, а четкими прямыми ударами издали. он предпочитает действовать, как снайпер. Он предпочитает действовать, как снайпер. Бучево уверенно и разнообразно ведет бой передней рукой Марвин Хаглера. Четкий правый прерывает опасную атаку Хамшо. Замечательный боксер. Когда-нибудь мы его увидим. Так что там весьма крепкие традиции. Вот этот момент Хаглер встречает правым атакующего Хамшо. Напоминаю, 15 раундов дистанции этого боя. Еще раз Хамшо пытается рассечь Хаглера ударом головой. Рефери приходится вмешиваться. Поразительно, до чего расчетлив Хаглер в этом бою. Настоящий мастер. Все точнее и точнее действует Хаглер. И все сумбурнее Мустафа Хамшо. Два мощнейших удара. Хаглер умеет в нужный момент включить и максимум скорости, и максимум мощи. Мустафа Хамшо выложил все свои козыри с первых минут боя. У Хаглера этих козырей полно в запасе. И сейчас он пускает их в ход. Вместо снайперских ударов, он пускает в ход орудия главного калибра. Как сказал его тренер Петка Тронелли. Итак, леди и джентльмены. Если кто сомневается в мастерстве Маргана Хаглера, вспомните, что случилось с Мустафой Хамшо и Томми Хернсом. Итак, до новых встреч на супер боях. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok